друзья вас рад приветствовать на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодняшнее видео которое мне многие уже просили а именно метчики винтовые для дорезания резьбы их основные достоинства и недостатки видео будет короткая но достаточно информативная поэтому устраивайся поудобнее что такое метчик какова же его конструкция до конструкциями чека да вы видите к так вот он выглядит это классическое исполнение но в принципе винтовой имеет точно такие же элементы и так имеется заборный конус то есть это начальная часть метчика которая входит непосредственно начинает процесс резьба нарезания дальше калибрующая часть которая формирует уже профиль резьбы все это является рабочей частью метчика также имеется хвостовик да он же имеется квадрат который препятствует его провороту в процессе резьба нарезания имеется режущая перо тусе 10 4 в основных обычно так и есть и имеется канавка и все это получается формирует такую трядущую часть обычного нашего метчика и так давайте дадим же определением метчики это основной инструмент для нарезания внутренних резьб глухих и сквозных отверстиях ручным или машинным способом с точки зрения доступности мячик для нарезания резьбы относятся к сравнительно простым инструментом применение которых доступно и любителям и профессионалам позволяющим получить в условиях обычной мастерской стандартную резьбу соответствующую требованиям гост вот такой вот собственно нехитрый инструмент схема резания при нарезании резьбы вот здесь в принципе показаны все этапы получения и прессы предшествующие получению резьбы сначала идет по целине сверления определенным диаметром потом делается фаска чтобы обеспечить плавность захода вашего мячика потом заходит сам мячик так потом нарезается резьба потом мячик выворачивается назад и вы уже имеете полностью готовую резьбу и так винтовой мячик и обычный обычный мячик выглядит вот так вы его уже в принципе его только что видели по конструкции да а винтовой мячик выглядит вот так видите они в принципе полностью одинаковые за исключением рабочей части она как вы заметили идет по винту до имеются винтовые стружище стружкоотводящие канавки достоинство винтового мячика и так контролируемое направление сброса стружки вследствие чего улучшается и его отвод нарезание резьбы в несквозных отверстиях при правильном подборе имеют длительный срок службы в сравнении с обычными чеком и действительно я могу подтвердить что срок службы такого мячика он в 2-4 раза то бывает и больше да по сравнению с обычным но естественно здесь надо смотреть материал обрабатываемые и условия его эксплуатации рекомендуется при нарезании резьбы в трудно обрабатываемых материалах таких как только плавкие жаропрочные коррозийно-стойкие стали высокая производительность тут безусловно конечно если сравнивать с обычными чеком в 2-3 раза производительность лучше если еще подобрать определенное покрытие да и материал мячика то можно 45 раз увеличить производительность хорошее качество получаемой резьбы отлично работает при использовании сош так как за счет конструкции позволяет равномерно охлаждать и смазывать всю поверхность инструмента давайте поговорим более подробно про первые первое достоинство а именно контролируемое направление сброса стружки в соответствии чего улучшается и и отвод отвод стружки при использовании винтового мячика обычные мечи глухое отверстие как видите стружка вот она накапливается здесь она аккумулируется у нас в отверстии и мешает дальнейшему продвижению мячика что при приводит к его скорее всего поломки обычный мячик сквозное отверстие да то есть нарезается резьба и стружка сходит сюда в сквозное отверстие поэтому мячики при обработке при нарезании резьбы в сквозных отверстиях принципе показывают себя неплохо вид того и вещик и глухое отверстие как увидите мячик режет и стружка вот выходит по этим вот винтовым канавкам наверх и не скапливается здесь что позволяет получать резьбу высокого качества и избежать поломки режущего инструмента недостатки мячика как любого инструмента естественно они имеются основной недостаток это высокая стоимость безусловно стоит дороже чем обычный мячик сложность в изготовлении если у вас есть свое инструментальное производство у меня поймете что такое мячик изготовить порою вообще невозможно а если возможно он готовится технология немного сложнее сложность в переточке действительно чтобы переточить перед по передней поверхности такой мячик нужно иметь специальное оборудование на этом все друзья спасибо за просмотр остались вопросы пишите в комментариях ставьте лайк и не забывайте поделиться своим другом социальной сети всем добра пока пока